МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы смогли узнать у президента Азербайджана Эльхама Алиева, каким же будет регион сейчас, уже после завершения боевых действий в Карабахе, после освобождения земель, которые находились под оккупацией около 30 лет. Азербайджан уверен, разблокировка транспортных, логистических проектов в регионе принесет выгоду всем. Разделяют ли эту мысль наши соседи, какие перспективы видят для себя крупные региональные игроки, обсудим в рамках передачи специально в субботу. Меня зовут Эльмира Мусазаде. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям, что СБС можно не только смотреть, но и слушать. Передача транслируется на рабочей частоте 102,7 FM, а мы, как и каждую неделю, в рамках этой передачи подводим итоги актуальных событий, обсуждаем наиболее значимые для региона темы. В течение следующего часа постконфликтное развитие в регионе Южного Кавказа обсудим с генеральным директором телеканала СБС Ивугаром Халиловым, моим коллегой, ведущим телеканала СБС, заслуженным артистом Азербайджана Олегом Ибербековым. Также по видеосвязи к нам подключаются Виктор Кипиани, глава аналитического центра Геокейс. Здравствуйте. Здравствуйте. Лоурен Скотт Шитц, это президент аналитического центра Eurasian International Analytics. И Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития из России. Здравствуйте еще раз, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать непосредственно с нашей студии, если наши гости не против. Центр Низа Меги Анджи Ви был основан в 2011 году, и с тех пор было проведено 7 глобальных бакинских форумов, 42 встречи на высшем уровне, и каждый форум посетило более 500 иностранных гостей. Понятно, что все это способствовало продвижению, донесению голоса Азербайджана до мирового сообщества. Можно ли это отнести к такой политике мягкой силы со стороны Азербайджана? И какие результаты мы видим сегодня? Как реагировало мировое сообщество во время 44-дневной войны в Карабахе и вот сейчас уже после ее завершения? Винетт завершения Отечественной войны в Карабахе, 44-дневной войны, это фестиваль в Шуше Харыбюльбюль, когда видные политики, общественные деятели, государственные деятели собрались в Шуше, чтобы реанимировать этот музыкальный фестиваль после того, как в 1991 году этот фестиваль фактически из-за боевых действий временно, как уже оказалось, и временно приостановил свою деятельность. Вы знаете, я до этой передачи так ознакомился с тем, что говорят в Армении про это событие и вообще про Шушу. Вы знаете, даже те комментаторы и те эксперты, которые имеют, скажем так, международный статус и очень уважаемый, очень локально и, я бы сказал, местечково рассуждают о значении Шуши по отношению к этой войне. На память просто скажу, что один из комментаторов армянских даже сказал, что Шуша это стратегический пункт, который открывает, будто бы, значит, какой-то стратегический путь к Канакенде Степанакерту, по его, значит, версии, и открывает дорогу, значит, в Армению и Еревану. На самом деле, это очень такое ограниченное осуждение о значении Шуши в наши дни, потому что то, что произошло несколько дней тому назад в Шуши, вот этот фестиваль, это не просто музыкальный фестиваль, это не просто, как бы, все собрались, чтобы посмотреть, как реанимировали фестиваль с участием нашего господина президента Ильхама Алиева. Вы знаете, это было, как бы, символ возрождения региона. Я бы даже так сказал, это было, как бы, символ азербайджанского ренессанса Южного Кавказа. Почему? Потому что Шуша не только путь в Армению, даже это и вообще не путь в Армению. Шуша это путь тому, чтобы сотрудничали региона, сотрудничали континенты, чтобы открылись пути между Западом и Востоком, между Севером и Югом, чтобы евразийский регион плодотворно сотрудничал, скажем так, с западным регионом, с западными странами. Этот путь Шуша открывает дорогу и в экономическом плане, и в инфраструктурном смысле этого слова. Это, как бы, потоки, торговые потоки, это, как бы, реанимирование шелкового пути. И когда я вот находился в Шуша и наблюдал, значит, и смотрел этот фестиваль, это была музыка азербайджанского возрождения Южного Кавказа. Вот это мое такое впечатление. Спасибо вам большое, что вы с нами им поделились. Действительно, мы вернемся к этой теме чуть позже. К нам должен присоединиться еще председатель правления фонда возрождения Карабаха. Мы обязательно обсудим эту тему более обширно. Сейчас я предлагаю обратиться к нашим экспертам. Господин Кипиани, вот я знаю, что вы хорошо знакомы с регионом. На ваш взгляд, вот как такие форумы, такие международные, действительно, площадки, как они позволяют узнать международным экспертам, в частности, вот если мы говорим про центр Низами Гянджи Ви, то это бывшие главы государства и правительства, это влиятельные международные эксперты из разных стран. То есть это люди, которые обладают определенным авторитетом мнений в своих странах. Как такие форумы способствуют тому, чтобы вся правда о регионе, она была услышана мировым сообществом? Спасибо за предоставленную возможность поделиться моим мнением. Прежде чем я выскажу свое мнение насчет этого важного очень фестиваля, вы пару раз в своем вопросе упомянули слово регион. Я думаю, это не случайно. Когда мы говорим о современном мировопорядке, который, правопорядке или миропорядке, который приобретает очень своеобразные черты, своеобразные контуры, я думаю, пока еще все-таки преждевременно говорить об окончательном формате этого нового порядка, который всех нас ожидает, определенные тенденции, я все-таки думаю, уже просвечиваются. И одна из этих тенденций, одна из этих элементов, это, скажем так, большая степень регионализации в международных отношениях. Вот я бы, с вашего позволения, когда мы говорим об Южном Кавказе, я вот этот факт особенно выделил бы, потому что насколько мы сегодня можем более или менее, так сказать, степень уверенности говорить, Южный Кавказ, Большой Южный Кавказ, включая уже Черное море и Черноморские страны, он в самом обозримом будущем будет представлять собой, я думаю, на более интересный, один из таких своеобразных регионов будущего миропорядка. Я думаю, что любой такой интеграционный процесс или же шаг в правильном направлении, вы знаете, вот в сегодняшней реальной политике есть, скажем так, два очень таких простых принципа. Мы можем договариваться о том, о чем мы можем договариваться, но то, о чем мы не можем договариваться, мы можем отложить на будущее. Вот несмотря на то, что Южный Кавказ, который сегодня представляет собой очень сложную гамму отношения, я думаю, что любой такой мероприятие, любое такое заявление, любой такой, знаете, вот порыв, пафосный может быть, но не только пафосный, это шаг в правильное направление, чтобы создать правильный фон для того самого Южного Кавказа, о котором, наверное, мы сегодня наивно мечтаем. Но я думаю, что эта наивность имеет под собой определенные предпосылки, потому что я вот начал тему с регионализации международных отношений. То, что нас ожидает в самом недалеком будущем, это большая конкуренция между различными регионами. Поэтому я с грузинской точки зрения, я бы очень четко обозначил свою позицию. Несмотря на то, что и у Азербайджана, и у Грузии, и у Армении в геополитическом отношении есть свои четко обозначенные векторы, есть наша общность в геоэкономическом пространстве. Особенно сегодня, когда мы говорим о перестройке глобальных цепей поставок. Насколько конкурентным наш регион будет в том самом недалеком мировом порядке экономических отношений. Я думаю, что сегодня очень важно делать шаги, очень важно делать заявления, очень важно делать правильно, создавать правильный психологический фон. Поэтому, Юлия, на ваш вопрос, вот любой такой фестиваль, любое такое объединение на данном этапе вокруг культуры, вокруг, не знаю, вот культурных отношений, в недалеком будущем, я очень надеюсь, вокруг тесных общностей экономических отношений, я думаю, что это тот вектор, это та тенденция, которые должны способствовать в равной степени и Баку, и Тпилиси, и Ереван. Но давайте поговорим чуть более глобально, давайте выйдем за пределы региона, ведь мы говорим о том, что разблокировка транспортных, логистических проектов, она принесет выгоду, по сути, всем странам, которые так или иначе соприкасаются с нашим регионом. Вот, господин Солонников, хотелось бы услышать ваше мнение. Какие ваши прогнозы, о чем сегодня мы можем говорить? То есть, понятно, что новая ситуация, которая сложилась в регионе, она требует новых подходов. Какими они могут быть, на ваш взгляд? С чего следует начинать? Да, давайте поговорим о логистических проблемах региона. И действительно, Южный Кавказ, Кавказ на связи между Каспийским морем и Черным морем, Кавказ на связи между Евразией и европейской частью континента, между Передним Востоком и Северными территориями. Это важнейший элемент геополитики. И если мы посмотрим сейчас, то здесь, конечно, пересечение двух основных маршрутов. Это логистический коридор Северо-Юг, который должен связать Балтийское море и Персидский долив. И это важнейшее отношение между Россией, Азербайджаном, Ираном. И этот проект много лет обсуждается, простраивается, есть его решения. Но вот эти 30 лет, которые были потеряны при оккупации Армении и азербайджанских территорий, не давали возможности данной идее, данному крупнейшему международному транспортному узлу реально начать работать. Второй такой коридор, это маршрут из Китая в Европу. И здесь также есть очень много важных элементов, которые сейчас могут начать работать. Недаром говорили, что в результате победы Азербайджана в осенней войне 2020 года первая страна, которая выиграла, это был Китай. Китай, конечно же, тоже был сейчас крайне заинтересован, чтобы использовать свои связи с государствами Средней Азии, свои интересы в России, свои интересы по контактам с Турцией, для того, чтобы активизировать транспортную составляющую данного региона. И, конечно же, будут приниматься огромные усилия всех участников данных взаимоотношений, всех крупных игроков и России, и Турции, и Ирана, и дальше уже Китая, и Европейского Союза, для того, чтобы в регионе началась полноценная экономическая жизнь. Чтобы не было вот этих закупленных бутылочных горлышек, чтобы не было искусственно возведенных границ, чтобы не было опущенных шлагбаумов на тех дорогах, которые изначально были и когда-то работали. Вот это сейчас все должно реализовываться. Я бы еще хотел добавить, что это также выгодно и Россия, потому что фактически Россия после этой войны диверсифицировала свои транспортные потоки. Мы знаем, что есть определенные трудности у России с некоторыми своими соседями на Западе. Есть некоторые трудности через транспортировку грузов через Балтийское море в Европу. И то, что фактически южные регионы России, а даже и Сибирь, западная Сибирь получила, скажем так, выход в Европу через Азербайджан. И, следовательно, если Армения согласится, кстати говоря, Армения союзник России, и Армения должна согласиться, обязана согласиться открыть этот Зангизурский коридор, потому что, открыв Зангизурский коридор, фактически грузы из Евразии беспрепятственно достигают Европу через Турцию и Босфорский канал. Таким образом, Россия тоже получила определенные преференции и определенные выгоды от того, что Азербайджан фактически освободил свои территории и ведет политику по тому, чтобы разблокировать все транспортные коммуникации в этом регионе. Абсолютно согласен, так оно и есть. Я, собственно, об этом и говорил, что Россия один из тех игроков, которые способствовали решению данной ситуации. Возможно, поэтому они и способствовали, да. Все правильно. Да, конечно, без сомнения. Давайте обратимся к господину Шитсу. Хотелось бы узнать ваше мнение, как вообще выглядит обстановка, ситуация, которая сейчас сложилась, так скажем, вне региона. Какие возможности для стран, в том числе Запада, открывает та ситуация, которую сегодня мы наблюдаем на Южном Кавказе, в частности. Сегодня мы говорим о такой теории абсолютных преимуществ, когда, по сути, с разблокировкой транспортных и логистических проектов выигрывают все страны. Осознают ли это в Европе и насколько вовлеченность вообще Европейского Союза, стран Запада в продвижение вот этих вот, разблокировки, открытие этих коммуникаций? Ну, во-первых, я думаю, что мы должны напомнить себе о давно. Все эти вообще коммуникации, все эти транспортные коридоры существовали давно, до где-то 90-х год, 91-го года. В результате войны, конечно, все это блокировалось, но это же функционировало многие летие, многие годы, десятилетия, вообще века и так далее. Так что мы просто пытаемся восстанавливать то, что было. Это совершенно естественный процесс. Во-вторых, один из пунктов соглашения, то есть 20-го года между странами, было открытие этого коридора. Тут такие тонкости, которые являются более эмоциональными для, скажем, Еревана. То есть ни дорога, ни, скажем, жилья дорога, как это значит, кто будет контролировать и тому подобное. А что касается, допустим, Европы и так далее, конечно, это очень важнейший вообще магистрал для торговли и намного лучше будет, легче будет, допустим, связь сделать между Турцией в результате Европы, в результате, допустим, Азии, естественно. Так что тут никаких вопросов об этом нет. Абсолютно. Это восстановится. То, что сейчас происходит в политическом плане, это, мне кажется, было, то есть иметь политический вообще характер. Конечно, предстоят выборы в Амминии. Человек, который, ну, скорее всего, выиграет, он делает различные заявления и не очень понятно на основе чего. Просто все об этом договорились. Но ранее или поздно этот городок откроется. Это без сомнения. Что касается всех остальных вопросов, то есть мой собеседник говорил про Шушу и так далее. Конечно, это как бы местечковые, как он сказал, аналитики, они не совсем адекватно реагировали. Они как бы, то есть, брали, то есть Карабах в тех рамках, которые были в 88-м году и так далее. Зато, конечно, мало кто помнит, что Шуша это был Азербайджанский город. То есть 90% это центр, то есть Азербайджанская культура, музыка, то есть целой территории и так далее. Так что тут ничего не удивительного. Что происходит сейчас? На фоне, допустим, разговоров, либо, допустим, споров, либо различные, допустим, несоглашения, то есть несогласия насчет определенных какие-то вообще места, где-то, ну, может быть, два километра, может быть, один и так далее. Это все, я считаю, что естественный процесс. И будет решаться политическими вопросами, но речь не идет о том, чтобы война были снаба, то есть не имели укрытый штаб. Я думаю, что естественный процесс. Ну, мне отрадно слышать, что Лоренс поддержал вот этот тезис местечковых комментаторов, которых почему-то ведущие средства массовой информации время отремени выводят на первой странице онлайн прессы. я хотел бы Лоренс задать такой вопрос с вашего разрешения. Европа, европейские правительства, как могут и могут ли и хотят ли принудить Ереван, Армению, принудить к тому, чтобы открыть коридор, открыть все коммуникации и, наконец-таки, способствовать росту мировой торговли между Европой и Востоком. Как вы думаете? между Западом и Востоком? Ну, принудить это такое слово вынудить мирным способом. Я думаю, что, да, несет определенный политический характер. То есть, соглашение было между Россией, Адрюжаном и Ерменией. То есть, дело в том, что, конечно, все согласились, что мы должны открыть этот коридор. А детали, они были такие специфические и, конечно, время потребуется. На что, насчет Евросоюза либо Европы и так далее, конечно, заинтересованы, но они не, как бы, сторонники официальные к этому вопросу. Мы официальные, как переговорщики. Так что, зависит от этих стран. Мне напоминали, допустим, даже 10 лет назад, 15, ну, довольно долго на Кавказе, в Грузии, в Азбажане, в Армении, в Чечне и так далее, в России. Многие люди на Западе были против, скажем, российского присутствия, скажем, военного, ну, как, скажем, миротворчики, войска, я не знаю, наблюдатели, что бы то ни было. У меня ответ такой. Это же разве не между ними? Вот так. Так что, что касается Европы, я думаю, что, естественно, они заинтересованы, потому что это просто способствует наиболее вообще экономически и логически вообще коридоры и, то есть, способствует торговлю и тому подобное. Так что, тут ничего такого нет. Настолько они могут оказать влияние на Еливан, я думаю, что посмотрим после выборов. Но мы знаем цифры. Господин Пачиньян, у него где-то там 30-40%, то есть следующий человек, ну, максимум, допустим, господин Катериан, Сеурсик Акисиан, бывший президент и так далее, у них не было ну, 5. Да, максимум? Вот так. Что? С вашего позволения, я, если я могу, вот буквально пару предложений. Когда мы говорим об армянской позиции, я думаю, что в армянской позиции, в Армении есть очень естественная необходимость и надобность, я действительно не стал бы сейчас придираться к слову, вынудить, но естественная необходимость быть подключенным к общей кавказскому интеграционному процессу. Но об этом и говорит Баку, Баку предлагает диалог. Вот это очень неважно, потому что, я еще раз повторюсь, несмотря на сложность обстановки в Южном Кавказе, чем выше будет степень интеграции между Азербайджаном, Грузией и Арменией, тем уже будет пространство, я бы так обозначил дипломатически, для грубого вмешательства в дела Южного Кавказа и, так сказать, процессы, происходящие в Южном Кавказе. Поэтому, я еще раз повторюсь, вот армянская позиция сейчас очень важна. В любом другом случае мира у нас, когда мы говорим об Южном Кавказе, у нас есть очень хороший пример сотрудничества и партнерства, который берет начало еще в 90-х годах прошлого столетия. Бакут, видите, Джахан, Бакут, видите, Южно-Кавказский поток и так далее. К слову говоря, это как раз обсуждалось на конференции, когда первые годы независимости стороны проявили политическую волю и реализовали эти проекты. Абсолютно согласен. Вот та конструктивная роль, которую уже не один десяток играет в процессе Южного Кавказа наше партнерство Азербайджанной Грузди, вот насколько это партнерство будет расширено, естественно, за счет третьего участника Южно-Кавказского процесса, от этого, конечно, очень большой степени зависит вот та самая конкурентоспособность нашего региона, о котором я говорил в начале нашего рассказа. В этой связи я бы хотел задать господину Кипиане вопрос, если вы позволите. Вообще, в принципе, очень естественно, было бы, если бы три Южно-Кавказские республики сотрудничали, это бы нормально. Учитывая, что Карабахский конфликт, как говорил президент Азербайджан, разрешен, это открывает новые возможности для очень интенсивного сотрудничества, какую роль мог бы сыграть официально Тбилиси-Грузия в установлении этого диалога, в налаживании этого сотрудничества между тремя Южно-Кавказскими государствами, поскольку президент говорил о том, что и у Армении есть связи с Грузией, и у Азербайджана есть, соответственно, связи с Грузией, но вот в трехстороннем формате такого сотрудничества не получалось. Вот какую бы роль Тбилиси мог бы сыграть? Вы помните, наверное, в самом начале Второй Карабахской войны позиция официальной Тбилиси, которая была очень сбалансированная, и она была очень четко изображена, отражена в заявлении Совета национальной безопасности. Будучи говоря о позиции Грузии, я бы так обозначил свои отношения. Я думаю, что взаимосвязь между всеми тремя странами сегодня не подлежит обсуждению. Но когда мы говорим о роли Тбилиси, знаете, без предвзятости в моем ответе я бы хотел указать на следующий аспект. Не только расположение Грузии на Черноморском побережье с последующим выходом на западные рынки, но и гораздо высокая интеграционная степень внешней политики Грузии с западным миром, она как раз является точкой пересечения естественных интересов как Армении, так и Азербайджану, это Грузия. Грузия может сыграть ключевую цементирующую роль в интеграции Южного Кавказа с последующим сближением его с большим пространством западным, будь то политическим или геоэкономическим. Поэтому я думаю, что позиция Тбилиси, несмотря на то, что у меня есть очень четкое свое личное отношение к вопросу, без предвзятости, без субъективности, она носит очень конкретный объективный элемент. Тбилиси выражал свою готовность привести этот элемент в большую практическую, так сказать, степень реализации. Я думаю, что официальный Тбилиси сегодня готов, чтобы стать определенной площадкой, платформой, ресурсом, механизмом для интенсификации отношений, коммуникаций, будто формальных и неформальных между Баку, Арменией и Тбилиси. К словам господина Кипьяни я всего лишь хотел кратко добавить, что предложение господина президента Ильхама Алиева, приглашение к процессу, мирному процессу Грузии, Армении, Азербайджан и Грузии, это прежде всего также и следует понимать в том плане, что официальный Баку стремится создать на самом деле прочный фундамент мирного сосуществования трех государств Южного Кавказа и таким образом создать прочный стабильный мир в Южном Кавказе, чтобы этот регион уже развивался без всяких перекосов, чтобы не было обид ни в Армении, ни в Грузии, ну а тем более и в Азербайджане. Хотя в то же время у Азербайджана есть и финансовый потенциал, и дипломатический потенциал, и политический потенциал, а теперь мы видим, что еще и военный потенциал, чтобы служить донором безопасности мира и стабильности в Южном Кавказе. Но тут возникает вопрос, как раз таки то, о чем мы говорили в самом начале передачи, что мирное соглашение между Баку и Ереваном возможно, но вот хватит ли на это политической воли у руководства Армении? Все-таки сейчас там ситуация достаточно нестабильная. Господин Солонников, как вы считаете, все-таки одно из главных посланий, которое было озвучено в ходе конференции, заключалось в том, что устойчивый мир строится посредством совместного вклада всех заинтересованных сторон, а не только Азербайджан? Да, без сомнений. Здесь есть нюансы текущей политической обстановки, и мы понимаем, чуть меньше месяца уже осталось до выборов в Армении. 20 июня, если не ошибаюсь. Да, да. И вот эта дата накладывает определенную напряженность внутриармянскую ситуацию, с одной стороны, и дальше это, конечно, выливается в те заявления, в те действия, которые нынешнее армянское руководство делает на международной арене. Я думаю, что пройдет 20 число. Действительно, пока никто не ожидает никаких чрезвычайных ситуаций. Реваншистские силы не должны прийти к власти. Дай бог, что за оставшиеся несколько десятков дней не произойдет никакого форс-мажора. Если все продолжится так, как идет сейчас, то дальше агрессивная риторика со стороны Армении будет без сомнения снижена. Сейчас нужно Кушиняну выиграть выборы. Поэтому сейчас он будет заигрывать и на националистических нотах, и будет подыгрывать определенным силам, которые не смирились окончательно с поражением, будет говорить о том, что у нас есть возможность еще что-то поменять, мы еще сядем за стол переговоров, может быть, что-то уточним. Но по всему его поведению мы понимаем, что это текущая тактическая задача, ни в коем случае не стратегия. После того, как выборы состоятся, я думаю, что произойдет нормальная установка границы, демаркация на местности, и после этого будет подписан полноценный мирный договор. После этого можно будет говорить о том, что начнется нормальное строительство экономических взаимоотношений, привлечение инвестиций со стороны России, со стороны Турции, со стороны Китая для того, чтобы логистическая сеть полноценно заработала. И тогда интересы всех сторон, которые, без сомнения, здесь присутствуют, будут уже учтены, реализованы непосредственно в тех проектах, которые появятся, которые будут воплощены. Но, к сожалению, сейчас нужно переждать чуть меньше месяца, и дальше думаю, что все пойдет спокойнее. Я очень извиняюсь, я хотел бы Дмитрию задать вопрос. Мы все следим за ситуацией в Ереване, как там проходит ситуация с выборами. Насколько я заметил, ни один из кандидатов не предлагает экономическую модель восстановления Армении. Насколько я понимаю, каждый из кандидатов старается использовать вот эту карту реваншизма в той или иной степени. Вопрос. После того, как тот или иной кандидат одержит победу, сможет ли он внезапно изменить правила игры? И предложите экономическую программу возрождения Армении, потому что все-таки там живут люди, а не политики, не военные. Это люди, есть семьи, дети, старики, женщины, в конце концов, бюджетники. Им нужно деньги зарабатывать, им нужно восстанавливать как бы мирную жизнь. Вот будет такой потенциал, чтобы резко после выборов, после победы тот или иной кандидат вдруг говорит, что нет, мы не будем заниматься уже тем, что ушел поезд, мы подписали, мы идем к мирному договору и давайте-ка мы будем восстанавливать лучше нашу экономику. Вот как вы думаете? Давайте вот я хотел бы у Дмитрия спросить. Смотрите, я думаю, что на второй день после выборов не стоит ждать изменения риторики. Конечно же, не такая ситуация. И мне кажется, что здесь нужно будет различать то, что сейчас говорят политики, то, что они потом будут делать. Вот все-таки разговоры, предвыборные лозунги это одно, а реальные дела это будет немного другое. Нельзя ожидать, что в Армении откуда-то появятся деньги на содержание бюджетной сферы, на выплаты пенсии, на поддержание тех социальных выплат, которые в стране есть, тем более на инвестиции в создание новых рабочих мест. А создание новых рабочих мест молодежи Армении одна из важнейших проблем, которую любому победившему на выборах нужно будет в ближайшие годы решить. Эти деньги могут появиться только если появятся международные инвестиции, только если заработает прямая связь Армении и России, если через Зангизурский коридор пойдут грузы из Евразии в Турцию дальше в Европу, тогда, да, конечно, тогда новый расцвет Армении. Именно расцвет может быть. Но об этом можно не говорить. Это можно будет делать, но не выступать с этим на митингах. На митингах ждут другого, на митингах не ждут рассказов про то, сколько процентов ВВП мы ожидаем на будущий год, если реализуем первый проект, второй, третий. Там ждут эмоции. Митинги – это эмоции. Эмоции – это не цифры. Поэтому я думаю, что здесь будет это разделение. После выборов начнется работа, а слова останутся до выборов. Я бы так ответил на вашу вопрос. Говоря про эту работу, хотелось бы как раз уточнить. Мы становились свидетелями, как несколько раз Армения нарушала принятые собой же обязательства. Какие шаги должен предпринять Ереван, чтобы убедить мировое сообщество, и в частности Азербайджан, в том, что на этот раз она все-таки останется привержена тем обязательствам, которые она на себя взяла? Ну, Пашинян, кстати, после подписания 10 ноября выборов свои обещания не нарушал. Но мы сейчас видим достаточно воинственную риторику, в том числе от самого Пашиняна. Мы видим, еще раз, да, я поэтому и говорил, риторика – это предвыборная риторика. Риторика, она будет продолжаться в ближайшие там несколько недель. Я не думаю, что эта риторика перейдет в конкретные действия. Сейчас ему выборы нужно выиграть, сломать тот хрупкий мир, который был достигнут чудовищными жертвами, с одной и с другой стороны. Вот это совершенно не в его интересах. Действительно, он заинтересован в том, чтобы экономика Армении начала развиваться в ближайшие несколько лет. Тогда поражение в войне будет забыто. Тогда он будет человеком, который возродил Армению после войны. И с этим он может войти в историю. Я думаю, что он будет играть на это. Еще раз, все-таки вот его риторика – это одно, а действие – это другое. Своих договоренностей он пока не нарушил ни разу, и в этом надо отдать ему должность. Получается, что Армении нужно экономическое чудо, и в принципе это может как-то заставить, ну или так сказать, помочь забыть населению все эти острые моменты. То есть, если экономика будет развиваться в результате открытия новых логистических транспортных коридоров, то я думаю, что остальные процессы получается пойдут быстрее и менее болезненно. Вопрос в том, кто будет творить это чудо в Армении. Мой вопрос, я хотел бы с вашего разрешения и адресовать господину Кипиани, пожалуйста, и с вашего разрешения, Эльмира Ильича, и Лоуренсу, если можно. То есть, хотелось бы послушать их мнение. Да, вот действительно, господин Кипиани, вот как вы оцениваете эту ситуацию, хотелось бы ваше мнение тоже услышать. Знаете, вот развивая тему моих коллег, значит, я бы высказал свое такое личное мнение, понятное дело, что я не представляю официальную Тбилиси в данном случае, но когда мы говорим о южно-кавказской структуре отношений, знаете, вот у нас здесь два актива. Один актив это вот та самая западная интеграция Грузии, ориентация на запад, а с другой стороны это многовекторность Азербайджан. Я бы вот так вот дипломатично указал бы. Я думаю, что вот это два конца одного и того же механизма. Эти оба конца, они могут быть очень естественно приведены в действие, чтобы я бы не стал бы употреблять слово мир и так далее, это слишком, так сказать, устойчивость отношений, стабильность отношений в Южном Кавказе. Я думаю, что это вот значит реализация этих обоих активов в мире, это в равной степени в интересах наших западных партнеров, потому что я думаю, наши западные партнеры также заинтересованы в равной степени в мирном сосуществовании Южного Кавказа, Кавказа, государства. Вот в этой ситуации, вот в этом канун друме, как говорится, я бы очень пожелал бы, чтобы наши армянские партнеры сделали бы естественный выбор, выбор по своей воле, а не про принуждению или вынуждению, потому что, я еще раз говорю, я очень не желал бы с моей точки зрения, чтобы наши армянские партнеры, я употребляю слово партнеры, я исхожу уже в данном случае, с официальной позиции Тбилиси, сделали бы это абсолютно из своих, так сказать, побуждений своих национальных интересов, чтобы они не остались бы, понимаете, вот, чтобы армянская часть процесса не была бы маргинализирована, потому что в любом другом случае, я думаю, что южно-кавказский процесс движения, как, так сказать, с западными нашими партнерами, так и с соседями, он пойдет в правильном направлении в той или иной степени. Я очень желал бы, чтобы в этом поезде вместо двух вагонов были бы реально три вагона. Я думаю, что вот эти два конца, вот наша западная, так сказать, коммуникация с нашими партнерами и многоверторность Азербайджана, она дает нам то разнообразие инструментов, которые мы могли бы, понимаете, я очень люблю слово транзакционность, но очень часто сегодня мы употребляем это слово транзакционное международное отношение. Размир становится менее идеалистическим и более транзакционным, я думаю, что от Тбилиси и от Баку и синхронизация их действий очень много сегодня зависит. Я думаю, что вот возложение моего ответа я был очень правильно услышан. Господин Лоуренс, ваше мнение вот тоже бы хотелось услышать по этому поводу. Как вы видите вот такое взаимодействие и кто может выступить посредником в первую очередь? То есть мы видим, что Тбилиси в принципе готова предоставить такую площадку для диалога. Москва тоже выступает таким посредническим центром для установления диалога между Баку и Ереваном. Вот на ваш взгляд, как это все будет происходить? Как общаться двум народам, двум правительствам? Ну, если, допустим, речь идет от Тбилиси, конечно, Тбилиси и Грузия за все эти годы в течение 30 лет, причем это очень сложно было, очень сложно было. Они взвешивали вообще позиции и Ливана, и Баку в том плане, что, конечно, они попытались, конечно, между ними держать какие-то связи, какие-то вообще, то есть нормальные отношения. А другое дело, кто будет вообще посредником? Я думаю, что никто. Я думаю, что азербайджанцы явно не знают. Я буду ссылаться только на слова президента Леха Малиева два дня назад, когда он сказал, что рано или поздно нам придется жить вместе. Если не вместе, например. Все, давай, Леха Малиев, да? Так что, он это сказал. Я думаю, что без этого, конечно, не пойдемся. Искать любые какие-то другие платформы, обновления минской группы, да, конечно, они могут играть в другую форму. Конечно, не получилось их, допустим, миссию. Их обвинять немножко сложно, сложно, потому что мандат у них был достаточно ограничен с самого начала. Но, естественно, они могут играть какую-то роль, то есть какую-то роль в другом формате. То есть, будь то экономическом плане, будь то, допустим, в обмене, не знаю, пленными, и так далее. То есть, помогать, допустим, не знаю, там, с границей, как, не знаю, определить, где линия, где нет, и так далее. Но, я думаю, что все зависит от Азбаджана и Азбаджана, к сожалению. А без этого кто может помогать? То есть, мы 30 лет надеемся на других. Не получалось очень. Получилось просто так получилось. Так что, придется Азбаджан договориться между собой. Настройки, это очень сложно. А 30 лет войны, этнические, все эти вообще вещи, конечно, они не создают скажем, наилучшие, допустим, условия для дружбы. Но между ними придется вообще разговаривать. В конце концов. Да, вот мы еще в течение нашей передачи обсуждали, что вот очень важно привлекать и инвестиции, и вот финансовая стабильность, это тоже играет важную роль в развитии экономического и в целом в развитии государства. Хотелось бы поговорить о том, что по сути инвестиции, они привлекаются только в те страны, в те организации, которым доверяешь. Как Азербайджану за годы независимости удалось стать таким центром, той стороной, тем партнером, которому доверяют. И вот действительно за эти 30 лет независимости мы видим, какой путь прошел Азербайджан. Армения этот путь не прошла. И на конференции президент тоже говорил о том, что оккупировав территорию Азербайджана, Армения отбросила себя на 10 лет назад. В Азербайджане ситуация абсолютно противоположная. Мы видим, что сейчас государство одно из самых стабильных и действительно инвестиционно привлекательных. Ваше мнение. Дело в том, что Азербайджан в последние 30 лет создавал стабильность в регионе. Дело в том, что вместо того, чтобы заниматься реваншинскими заявлениями, Азербайджан методично занимался восстановлением своей экономики. Ведь нефтяная стратегия это не просто слова. Все началось с нефтяной стратегии. Потому что для восстановления экономики Азербайджана после вот этой войны, первой Карабахской войны, нужны были финансы, нужны были деньги. А эти деньги можно было раздобыть только в результате успешной реализации нефтяной стратегии. И фактически мы сейчас видим плоды этой нефтяной стратегии. Относительно инвестиций дело в том, что там, где стабильно туда приходят деньги. И это аксиом. Модель восстановления Карабаха еще одно свидетельство этого. Потому что из выступления господина президента мы узнали, что Азербайджан и сам своими силами может восстановить регион, Карабахский регион. Но здесь важно что? Привлечь крупных финансовых игроков, привлечь финансовые иностранные финансовые институты, чтобы обеспечить в этом регионе реализацию интересов всех крупных игроков. И таким образом обеспечить прочный мир в этом регионе и на Южном Кавказе. Но здесь есть один нюанс. Ну, как бы предлагались кредиты. И тут есть маленькая хитринка. Когда кредитование, это как бы та ситуация, когда кредитор не отвечает за последствия, а кредитор требует свои деньги. Но когда приходит инвестор и вкладывает инвестиции, инвестор должен прежде всего обеспечить безопасность своих денег. И поэтому нам важно и Азербайджану важно. Понятно, что у Азербайджана есть и свои финансовые ресурсы. Есть все финансовые ресурсы для восстановления Карабаха у Азербайджана. Но для официального Баку очень важно, чтобы здесь также и были учтены интересы также и других игроков. Так вот, если эти игроки и финансовые институты вложатся как в виде инвестиций, так они будут заинтересованы в том, чтобы в этом регионе больше не было войны. Больше не происходило никаких оккупаций. И я думаю, что вот это самая выверенная уже финансовая стратегия и финансовая модель восстановления Карабаха оккупированных освобожденных земель. Эту тему я предлагаю продолжить с Рахманом Гаджием. Это председатель правления фонда возрождения Карабаха. Он сейчас тоже на прямой связи с нами. Здравствуйте. Как вы нас слышите? Добрый вечер. Олеги, я вас очень хорошо слышу. Я приветствую всех гостей с мной. Спасибо, спасибо. Вот мы как раз говорим про возрождение Карабаха, про его восстановление. На каком этапе мы сейчас находимся? Мы говорили про то, что иностранные государства, иностранные организации, они тоже заинтересованы в том, чтобы восстановительные работы в регионе шли полным ходом. Можете рассказать об этом подробнее? Спасибо. Очень интересный вопрос. В первую очередь, я, конечно, хотел бы согласиться с моим уважаемым коллегой, другом Булгаром Халиловым. Действительно, чем больше инвесторов мы сможем привлечь в Карабахский регион, тем стабильнее он будет, тем больше будет гарантий безопасности в целом регионе Южного Кавказа. Однажды эта стратегия Азербайджана уже сработала, и трубопроводы энергетические, которые пронизывают сегодня Южный Кавказ, они, в принципе, и были на протяжении долгих лет одним, естественно, из гарантов той самой стабильности и безопасности на Южном Кавказе, которая позволила Азербайджану и Грузии опередить в своем развитии Армению, которая находилась в стороне от этих процессов, проектов. Собственно, поэтому Армения и была долгое время дестабилизирующим элементом нашего региона. Сейчас у нас появляется очередной новый шанс, я под нами подразумеваю Южный Кавказ, благодаря, на мой взгляд, вновь благодаря Азербайджану, вновь благодаря стратегии и видению нашего лидера, президента Ильхама Алиева, который совсем недавно в своем выступлении отмечал, что мы хотим стать той самой площадкой сотрудничества и мира, и сегодня мы предоставляем Армении очередную возможность присоединиться к новому формату сотрудничества в Азербайджане, на Южном Кавказе, не оставаться в стороне, как мы знаем, есть проект транспортного коридора. Так вот, если говорить о том, на какой стадии сегодня мы находимся, то надо понимать, что восстановление Карабаха это очень комплексный и непростой проект, проект, который для нашего народа, для нашего государства является общенациональным приоритетом, что в принципе и нашло отражение в документе Азербайджан 2030, где очерчивают и указывают наши пять основных национальных приоритетов, один из них это большое возвращение, которое, естественно, подразумевает в том числе восстановление Карабаха освобожденных территорий. Мы недавно имели возможность такую, знаете, на самом деле это очень большое счастье посетить Шушу, вместе с Угаром Алимом мы вместе в составе большой делегации принимали участие в фестивале Хары-бюль-бюль и вот по всей протяженности дороги, а это много часов пути, начиная от Кизулинского района, точнее той части который находился под оккупацией Армении. Так вот, начиная от Кизулинского района на протяжении многих десятков, сотен километров чувствуется тот контраст между азербайджанской и другой частью Азербайджана, которая развивалась эти десятилетия и вот этим самым Карабахом, который мы освободили, предстоит огромная работа. Предстоит огромная работа, в том числе речь идет не только о восстановлении материальных ценностей, это огромная работа по стимулированию деловой активности и жизни, по привлечению туда созданию соответствующих условий для возвращения людей. Естественно, тут, конечно, Азербайджан это страна, которая сегодня обладает колоссальными ресурсами, она это доказывала, Азербайджан способен претворять жизнь региональной проекты, тому свидетельство, Южный Коридор, который Европейский Союз ранее называл его Набука, не мог сдвинуть с мертвой точки, Азербайджан никого не дождает, построил другую, от Каспийского моря и до Адриатического. Я думаю, что и сейчас у нашего государства в принципе есть необходимые ресурсы, чтобы этот процесс восстановления запустить, претворить его в жизнь, но, как отметил коллега в Угармян. Конечно, мы всегда рады послужить своей платформой для партнеров, для инвестиций. Азербайджан для зарубежных инвесторов страна безопасная, страна, где свято вот этот самый чтут безопасность инвестиций партнеров, независимо от географии. Но я бы хотел коснуть еще одного, если позволить, конечно, аспекта. Все-таки мы говорим о Карабахе как об идее национальной, общей национальной. И наш фонд, который создан, был указом господина президента, призван сыграть роль такой вот общей национальной платформы, которая позволит каждому азербайджану, каждому человеку, который называется азербайджанской родиной, независимо от страны проживания, принять участие в этом грандиозном проекте, осуществив перечисление пожертвования в пользу фонда, будучи уверенным в том, что эти следства будут направлены именно на возрождение Карабахского региона Азербайджанской Республики. Сейчас мы завершаем работу по созданию платформ практически во всех приложениях азербайджанских банков, на сайте государственной платежной системы и прочих, даже, я бы сказал, и терминалах, и на нашем собственном сайте. На следующей неделе уже появятся эти кнопки, где-то они уже есть, и наши соотечественники, независимо от места проживания смогут перечислять нам данные. Уже сегодня корпоративный сектор активно участвует и довольно серьезные пожертвования фонда осуществляются, поэтому, я думаю, совсем скоро мы начнем принимать непосредственное участие финансирование восстановительных работ в Карабахе, на что у нас уже сегодня нет ресурсов. Да, но у нас достаточно амбициозные проекты, в частности, вот мы говорим про зеленую энергетику, мы именно идем по альтернативному пути, вот я бы хотела узнать у вас, как развивается эта часть, насколько заинтересованы другие страны, в частности, накануне президент также встречался с министром экономики Великобритании, и также эта тема обсуждалась, то есть, то, что Азербайджан не просто возрождает Карабах, он возрождает его самыми передовыми, самыми действительно далеко идущими планами. Я бы хотел, да, это очень важный аспект, на самом деле, вот этого колоссального нашего проекта по возрождению Карабаха. Надо понимать, что любое восстановление, любые работы по восстановлению разрушенных территорий, это колоссальные возможности, в том числе и для внедрения совершенно новых стандартов. Если посмотреть на опыт европейского континента, то после чудовищных разрушений, разрушительных мировых войн, особенно первой мировой войны, в таких странах, как Бельгия, Франция и так далее, был сделан серьезный скачок в повышении качества жизни в городах, которые были разрушены, потому что появилась возможность модернизировать архитектуру, улучшить условия жизни людей, внедрить какие-то новые стандарты производства. Там были такие слоганы, как «давайте сделаем лучших фермеров, создав для них более хорошие фермы» и так далее. То есть любые восстановительные работы – это в первую очередь огромные колоссальные возможности. И то, что господин президент обозначил Карабах как своего рода полигон для инноваций, и действует о том, что Азербайджан разделяет эту точку зрения, и мы не намерены просто слепо восстанавливать в первозданном виде те материальные объекты, которые там были разрушены. Мы намерены усовершенствовать эти территории, превратить, как вы сказали, в зеленую зону. И Карабах в принципе очень благодатная для этого почвы, потому что, как известно, там большие возможности, в том числе для альтернативной энергетики, там достаточно большое количество рек, и в принципе уже сегодня функционируют гидроэлектростанции. Там много солнечных дней, я думаю, что в принципе с этим никаких проблем не будет. И на мой взгляд Карабах позволит назовем это так основному Азербайджану, той части, которая развивалась все эти годы, внедрить затем те самые новые стандарты, апробированные в Карабахе уже на остальной части страны. Поэтому я думаю, что Карабах и этот проект открывает для нашей страны совершенно новую страницу в нашей истории, в истории нашей экономики, и мне кажется, что нас ждут довольно-таки хорошие перспективы. Спасибо вам большое. Вот действительно, завершая нашу сегодняшнюю беседу, хотелось бы узнать, такие большие перспективы требуют большого внимания со стороны международного сообщества, и я бы хотела вернуться к тому, с чего мы начали сегодняшнюю дискуссию, это фестиваль Хары Бюльбюль, который был проведен в городе Шуша. Вот, Олег, как ведущий этого фестиваля, как участник этого действительно масштабного, грандиозного мероприятия, какую роль они играют в донесении правды, в том, чтобы мировое сообщество узнало про то, что происходит на освобожденных территориях? Ну, я хочу сказать, у нас, к сожалению, остается мало времени, как я понимаю, но, тем не менее, этот фестиваль имел несколько очень важных месседжей. Мы знаем, что первый день фестиваля была представлена вся палитра национальности, этнических групп, которые проживают в Азербайджане, ну, там были практически все, и этот месседж, он о том, что Азербайджан многонациональное государство, и никаких проблем ни у какого народа, который здесь живет, связанных с потерей самоидентичности и так далее, его просто нет. И я думаю, что это было очень важно, если это как бы был музыкальный фестиваль, но не совсем музыкальное, культурное, не только культурное мероприятие, это понятно. И еще хочу напомнить о том, что фестиваль изначально задумывался как международный. Он таким и был? Он таким и был, и в четвертый фестиваль, который был отменен, там должны были принимать участие участники из 25-30 стран. Я думаю, что в будущем этот фестиваль таким и будет, и в Шуше мы увидим гораздо больше участников из гораздо большего количества стран. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие гости, что нашли время, присоединились к нашей сегодняшней дискуссии. Было очень интересно узнать ваше мнение касательно того, каким же будет Южный Кавказ в постконфликтный период. Я с вами прощаюсь, напоминаю, в эфире телеканала СБС была передача специально в субботу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова